хочу поделиться с вами сегодня некоторыми мыслями порассуждать тоже над одним таким отрезком писания и тема которая сегодня хотел бы вам предложить она называется посланник и послание в евангелии от иоанна 20 глава 21 стих написано так иисус опять сказал им мир вам как отец послал меня так и я посылаю вас мы понимаем что иисус пришел с определенной миссией на эту землю и вместе с этим иисус сказал одно из одни из последних слов которые он говорил идите я посылаю вас идите и проповедуйте евангелие я не буду пересказывать все эти места писания но я хотел бы сегодня в этот в этом определить два таких очень важных фактора это посланник кто такой посланник это мы с вами и есть послание которое мы с вами несем я хотел бы чтобы мы сегодня рассмотрели это на примере одного человека мне он очень нравится это один из наверное основных моих героев библии которого звали ан креститель я не знаю кто со мной разделяет такое же мнение но меня он очень вдохновляет очень впечатляет как служитель которого мы не так много видим о нем информации не так много историй но когда мы соприкасаемся с ним что там что-то особенное бог показывает в этом человеке и так посланник если у вас есть библии можете открыть если нету вам покажут первая глава евангелия ты она с 19 19 20 стих здесь написано так и вот свидетельство и она когда иудеи прислали из иерусалима священников и левитов спросить его кто ты он объявил и не отрекся и объявил я не христос интересно что и ан креститель мы знаем да что у него служение было в пустыне об этом тоже масса всяких версий но мы знаем что пустыня такое место днем жара ночью холод с водой напряженка ненормальных условий для жизни может быть кто то скажет нет это не так там нормальные условия друзья я бывал в этих местах где люди живут в пустыне честно скажу меня не впечатлило меня возили на всякие там экскурсии к бедуинам я кто кажется жах так вот интересно кто бы назвал такое место для жизни и служения в котором находился этот праведник благословением я бы наверное не назвал это место благословением но благословение друзья не там где нет проблемы где нет сложности благословение там где исполняется воля небесного отца или нас это важно понимать потому что мы часто оцениваем благословение божье отталкиваясь от внешних факторов и мы анализируем благословляет нас бог или не благословляет судя по тому что было в жизни иоанна крестителя можно было бы сказать что бог его как бы сильно и не благословил но на самом деле это не так знаете внимание людей религиозной элиты было приковано к иоанну так как он был левитом сыном священника захарии он имел правильное происхождение и поэтому к нему относились с уважением даже не понимая что он делает до конца но по сути он был священником и в этой ситуации синедрион отправляет к иоанну делегацию которая состоит из священников левитов которая должна была разобраться в странном поведении их коллеги и они приходят к нему туда где он крестит где он служит и задают ему вопрос ты кто потому что у всех большой вопрос мы не понимаем кто такой иоанн креститель то есть мы знаем его происхождение мы знаем кто мама папа мы все это знаем понимаем но мы не понимаем поэтому приходит делегация и задает ему такой вопрос и с этим вопросом связано желание узнать как сам иоанн креститель себя воспринимает и за кого он себя выдает это важный момент потому что внешне мы можем смотреть на человека и думать этот человек такой и такой но человек может выдать совершенно другую версию и он говорит четко ясно я не христос ясно и не двусмысленно и она отвечает найти в написанных в 2050 году признаниях климента говорится о некоторых людях которые проповедовали о том что иоанн креститель и был мессией у некоторых тогда на тот момент возникал вопрос а вдруг он мессия мало ли а христе же говорили так не плотников ли он сын там была совершенно другая версия так как иисус не имел такого высокого происхождения скажем и вот дальше иоанна 1 глава 21 стих и спросили его что же ты илья он сказал нет пророк он отвечал нет эти два вопроса были заданы связи с известными пророчествами ветхого завета то есть люди которые пришли ему задавать вопросы они знали писание это не были просто какие-то странные вопросы вот от нечего делать в книге пророка малахии 4 глава 5 стих написано вот я пошлю к вам илью пророка перед наступлением дня господнего великого и страшного и второзакония 18 15 написано пророка из среды тебя из братьев твоих как меня воздвигнет тебе господь бог твой то есть на основании этих мест писания ему задают вопрос ты илья нет ты пророк который был обещан нет и он креститель объявляет что не илья не великий пророк который был обещан моисеем и он знал что этим пророком является другой другая личность другой человек и дальше 23 22 стих 1 главы и она сказали ему кто же ты чтобы нам дать ответ пославшим нас что ты скажешь о себе самом он сказал я глаз вопиющего в пустыне исправьте путь господу как сказал пророк исая то есть и он креститель называет себя голосом вопиющем в пустыне вот эти ли интересное определение того кто он такой его функция его занятия его миссия его призвание суть его существования интересно он определяет я голос вопиющего в пустыне он цитирует пророка исаи в этот момент дальше я на 1 24 25 а посланные были из фарисеев и они сказали спросили его что же ты крестишь если ты не христос не илья не пророк и мы словами а что ты тогда тут делаешь чем ты занимаешься кто дал тебе такое право знаете я читал комментарии лютера на это место писания и он сказал что на этом этапе разговора вопрошавшие изменили тон до этого они как бы с уважением и лестью спрашивали но с этого момента они начали угрожать на каком основании ты крестишь если ты не миссия и не илья я не буду вам сейчас объяснять там что такое крещение в то время было может рэбе вам лучше это все расскажет но для евреев вот то что делал иоанн креститель он крестил евреев по сути дела крещение на тот момент она была связана такой некий символ очищения дроп для празелитов которые обращались из язычества в иудаизм и здесь вот представьте ян креститель крестил таким крещением евреев указывая этим на то что иудеи равны язычникам но само по себе как бы скандальная тема так как одинаково не спасены нуждаются в обращении покаяние признание своих грехов там и так далее поставить иудея в один ряд с язычниками в вопросе спасения это было очень рискованным делом ну что евреи считали себя выше язычников и ну так оно и было но здесь какая-то новая формация и дальше мы читаем и она 1 глава 26 28 стих и он сказал им в ответ я крещу в воде но стоит среди вас некто которого вы не знаете он-то идущий за мной но который стал впереди меня я не достоин развязать ремень обуви его это происходило в вифаваре при иордане где крестил я интересные заявления знаете вот когда я читал и размышлял над этими стихами очень интересные заявления каждое из этих заявлений подчеркивает очень важные вещи во первых евангелие она писалась отдельно от всех других трех синаптических евангелий с большим промежутком времени и в на тот момент и он понимал что среди церкви гуляет масса всяких ересей одна из которых это сомнение в божественности иисуса христа и он подчеркивал определенные вещи он приводил в пример и она крестителя который делал очень важные утверждения на тот момент можно сказать революционные утверждения которые рушили все устои которые были на тот момент устои понимания того каким образом приходит спасение то же самое было с никодимом когда он пришел к иисусу ночью рассуждал вместе с ним и он тогда говорил из понимания того что ты спасаешься посредством того что ты делаешь хорошее более лучшим а иисус говорит это не работает для никодима это было просто что-то непонятное то что предподносил ему иисус но до этого все это начал именно ян крестить и он говорит не думайте обо мне как о великом человеке я просто перефразирую то что говорит иоанн я не христос я не илья я не пророк о котором сказано во второзаконии я всего лишь голос я всего лишь крещу вас в воде не фокусируйтесь на мне для меня это очень важное откровение знаете почему потому что часто посланники они фокусируют внимание на себе но иоанн четко указывал на христа и на его миссию давая эти ответы он показывал что я не христос как часто служителям хочется где-то побыть на равных со христом почувствовать свою важность почувствовать свою значимость добавить себе чего-то даже слова помазанник в наши времена звучит как-то по-особенному на хотя в этом особенного ничего нет мы все с вами помазаны абсолютно одинаково одним духом да у нас могут быть разные функции в теле христово но это не делает нас лучше хуже и так далее важно это понимать конечно мы относимся с уважением к служителям это нормальное явление но вот эти вещи для меня лично они очень отрезвляющие настоящего внимания заслуживает тот кто идет за мной он стал впереди меня а я не достоин развязать даже ремень обуви его мы знаем да вот эту тему с обувью с развязыванием ремней там мытьем ног и так далее что это делали рабы и где-то я читал такую мысль что у равинов такая пословица была что ученик должен стать слугой учителю и делать для него все но развязывать ремень его обуви должен раб я не знаю почему это было так низко но иоанн он говорит я не достоин стать не то что его слугою а даже рабом вот о чем говорил я итак из этого текста мы видим два таких очень важных качества свидетеля я думаю что не два их можно много привести прошлый раз когда я здесь был я проповедовал на тему смирение и кротость если вы помните если не помните посмотрите у вас на сайте это есть так вот один из элементов которые отличают такого посланника и одно из на мой взгляд основных качеств такого свидетеля это смирение представьте себе человек проповедует в пустыне сотни и даже тысячи людей постоянно приходят к нему из городов чтобы послушать его проповедь креститься крещением в покаянии что ими движет за это место кто знает где сегодня когда церкви где-то вот помещение церковные там или общин мы стараемся чтобы в центре чтобы все доехали чтобы остановка была рядом мы как бы думаем обо всех этих делах потому что если не так не приедут люди и мы стараемся тут и петь и танцевать тебе и свет и тепло и кондиционеры летом и и и и рэбы модный и все как бы как все в тему но но не всегда народ прям ломится да всем не угодишь то понятно я не сказал что он лысый поэтому всем не угодишь но меня вот когда я смотрю на эту тему что их влекло такие толпы народа сотни тысячи людей он не бегает за ними он не упрашивает их люди сами идут приходит делегация и спрашивает кто ты они же понимают что не случайно такие толпы народа туда идут ты кто такой может нам тоже надо может мы что-то пропускаем может мы что-то теряем ему предлагают два варианта таких два варианта выбери ты кто мессия или илья ну оба как бы хороших мне такого ни разу не предлагали тебе не предлагали нет что и илья к тебе приходил представляете вот это размах служения когда к тебе приходят и говорят ты кто и тут же помогают может мессия или илья ну возьми и выбери ну так чтоб скромно ладно илья креститель отвечает я никто я вообще никто я всего лишь голос и не больше я не достойно развязать ремень обуви идущему за мной хороший урок смирения не знаю периодически наверное каждый служитель каждый человек не только там старший пастор там или кто-то но каждый служитель на своем месте мы все сдаем такие уроки кто ты опять же мартин лютер он сказал такие комментарии к этим стихам и он говорит с каким серьезным искушением столкнулся здесь я имея возможность присвоить всю славу себе и и какой урок веры и смирения преподал нам преодолев подобное искушение быть очень нужным и очень важным у нас у каждого есть такая потребность быть нужным и важным мы ради этого делаем очень много и если нам выпадает такая возможность мы ей пользуемся в любом месте и здесь такая ситуация и реакция иоанна я никто это мощно и он креститель чувствовал себя как человек находящийся на свадьбе рядом со своим другом который женится евангелие от иоанна 3 глава двадцать девятый тридцатый стих там написано так невеста принадлежит жениху друг же жениха стоит рядом слушает его радостный голос и сам радуется его счастью в этом и моя радость и сейчас она исполнилась это слова я на креститель ему предстоит возвеличиваться а мне умоляться эта радость не своему успеху успеху господина иоанн креститель знал что его служение с этого момента угасающий его служение должно потеряться во свете того которого он провозглашал представьте себя на месте иоанна крестителя вы начали заниматься ученичеством но все ваши ученики постепенно должны уйти от вас к другому учителю вы не просто знаете это вы работаете для того чтобы и делаете все для этого или куете и радуетесь об этом следить вы взращиваете учеников которые должны от вас уйти и вы радостны я просто представляюсь пастора церкви который проповедует все делает и люди приходят и каются и потом уходят в другие церкви и так каждое воскресенье или субботу или каждый день можете себе представить или ты лидер домашней группы вот люди приходят ты им делаешь добро ты хочешь ты ты их проводишь молитвой покаяния крестишь и они потом разворачиваются и уходят к другим а ты радуешься так хорошо ушли к другим я понимаю есть экземпляры когда ты радуешься что они ушли к другим такое есть очень очень редко и не в вашей общине но она есть слава богу иоанн креститель мог радоваться тогда когда влияние ближнего растет а его собственное влияние сходит на нет во всем этом друзья и он искренне глубоко и от всего сердца радуется радуемся ли мы сегодня успеху наших друзей так же как радовался иоанн знаете работать рядом с более одарованными служителями могут только смиренные люди короче говоря вы все понимаете помните историю давида первая книга царств давайте вам прочитаю первая книга царств 18 глава 5 9 стих а давид действовал благоразумно везде куда не посылал его саул и сделал его саул начальником над военными людьми и это понравилось всему народу и слугам саула когда они шли при возвращении давида с победы над филистимлянина то женщины из всех городов израильских выходили навстречу саулу царю с пениями плясками с торжественными тимпанами и кимвалами и восклицали игравшие женщины говоря саул победил тысячи а давид десятки тысяч ах женщины женщины что вы с нами делаете и саул сильно огорчился и неприятно было ему это слово и он сказал давиду дали десятки тысяч а мне тысячи ему не достает только царство из того дня и потом подозрительно смотрел саул на давида вот два персонажа саул и иоанн креститель давид должен был стать царем иисус христос пришел как царь кто-то должен был подвинуться иоанн креститель великий пример смирения он учит нас быть честными смиренными еще одно качество верного посланника служителя это смелость в обличении грехов и он в этом тоже был профессионал знаете призывать евреев к покаянию и крестить их было очень смелым служением наверное он был смелый пока не понимали кто он пока он сохранял интригу было все нормально крестить евреев означало провозглашать их такими же погибающими такими же нуждающимися в покаянии спасение как и все остальные это было очень смелое очень обличительное служение его проповедь она не была вдохновляющим вот это единственное что мне не нравится в иоанне что он проповедовал смотрите матфея 3 глава 7 9 стих порождение ехидны то есть ядовитый змей кто внушил вам бежать от будущего гнева представьте народ сбегался со всех сторон чтобы покаяться и креститься вот я себе представляю одесса шаббат и у вас тут штурмуют эти ваши ворота на которых написано закрыто или что там написано а машины не ставить закрыто написано на входе и вот представьте им фиолетово машины не ставить закрыто они просто что вы хотите покаяние крестите вот представьте и рыба выходит и говорит змеи вы чего тарабаните в двери не очень ласково да мы бы вообще такого бы не сказали мы бы вышли и так ой как хорошо слава господу стучите еще хоть днем хоть ночью мы готовы воскрестить здесь каять и и места мало соседи нервничают но нам все равно вот такой движ а этот выходит и говорит вы поняли кто внушил вам бежать от будущего гнева сотворите достойный плод покаяния и не думайте говорить себе отец у нас авраам ох послание но как нибудь в другой раз разберемся или рэби потом объяснить что он имел ввиду поэтому если в нас смирение если в нас смелость не только обличать чей-то грех но обращать внимание на свою жизнь иметь достойные плоды нашего покаяния и так с посланником все понятно давайте коснемся немножко послания это вот красные цифры это это что это значит я уже все или а ну я понимаю что таймер я просто тут есть белые и красные цифры я вот не знаю какой провод перерезать чтоб не взорвалась окей послание интересно что ян креститель проповедовал о христе мы уже коснулись часть этого момента именно это послание было центром его проповеди он не проповедовал о чем попало он конкретно проповедовал о христе и наше послание должно быть таким же друзья евангелие это не решение наших проблем это не реклама каких-то традиций динаминации это не самолюбование своими достижениями это не есть евангелие евангелие это добрая весть о спасителе иисусе христе который нас искупил и вот дальше смотрите иоанна 1 глава 29 стих написано на другой день видит иоанн идущего к нему иисуса и говорит вот агнец божий который берет на себя грехи мира обратите внимание тема искупления главное в служении иисуса христа именно об этом говорит иоанн креститель он не говорит смотрите вот иисус он будет вас исцелять кормить заботиться хотя это тоже все на своем месте но он говорит конкретное и важное послание и он выделяет самое главное в служении иисуса христа он говорит вот агнец божий который берет на себя грехи мира искупление грешника вот главная тема любого рассуждения об иисусе христе эти мы все знаем агнец да ягненок довольно милое безобидное животное маленькая овечка для евреев агнец был жертвенным животным я не буду опять же вам там все эти традиции рассказывать но представьте себе когда готовилась пасха песок да вот это животное брали в дом на какой-то период времени и вот представьте вот мы сейчас были у друзей у них три кота две собаки это просто какой-то зверинец и они их любят так прямо жутко любят но такие люди им это нравится и вот представьте в преддверии пасха ты берешь этого ягненка не просто овцу какую-то старую знаете такую вредную вонючую ягненка и с этим ягненком в там начинают все играться да он же такой прикольный и потом приходит время и папа этого ягненка приносит в жертву и все смотрят почему это важно было потому что это цена греха часто люди говорят почему бог такой кровожадный но люди никогда не думают что причина смерти тех же животных жертвенных это их любовь к греху мы всегда перекладываем ответственность на кого-то и представьте вот вот эту картину когда в жертву приносится пасхальный агнец которого уже привыкли с которыми играли с которого любили и тут такая процедура и потом его нужно было есть это не самая лучшая трапеза когда ты ешь любимое животное так или нет жуткие вещи я рассказываю да ломается все в голове как но это так и мы думаем зачем зачем все это нужно было неужели нельзя было просто сходить в гастроном и купить там чего-то друзья грех человека это безумная вещь которая имеет страшную цену и все это должно было быть перед глазами чтобы ты понимал какова цена греха почему это происходит опять и опять кто-то задает вопрос потому что мы опять и опять грешим если мы хотим предъявить богу претензию чтобы он остановил все это давайте перестанем грешить но у нас нет такой способности и нет такой возможности без христа такой возможности нет вот почему послание о христе и об искуплении эта центральная тема которую должны услышать когда я он сказал об этом у евреев не было никаких других вариантов для понимания этого заявления он сказал вот агнец божий который берет на себя грехи мир время время пришло апостол павел закрепляет эту истину в послании коринфянам 1 коринфянам 5 7 он говорит пасха наша христос заклан за нас опять же можно много на эту тему говорить но божий сын берет на себя самую разрушительную силу в истории вселенной это грех это не к вид это не ракеты не ядерные бомбы нет это грех самая разрушительная сила во вселенной это грех иисус решает этот вопрос мы сегодня говорим почему иисус этим не займется или почему иисус этим не займется почему он это допустил или это допустил он решил самую серьезную проблему которая касается нашей вечность грех грех это то что разделила творца с его творением грех то что заставила бога отца вынести смерти смертный приговор всем людям грех то что оскорбляет божью святость и разрушает человеческое счастье и этот грех всех людей берет на себя его собственный сын иисус христос значит ли это что теперь все спасутся нет мы знаем что все не будут спасены многие отвергли христа и погибнут на вечно смерть христа не имеет ограничений и и достаточно для спасения всех людей но не все люди этого хотят другой дополнительной жертвы не нужно но спасение дается только верующим в него и принимающим его господом своей жизни интересно что смерть христа не имеет национальных верда а воскрес грех мира не только грех евреев но и грех язычников смерть христа не имеет половых или социальных ограничений мужчины и женщины бедные богатые знаменитые нет все могут спастись через жертву иисуса христа смерть христа не делит людей на священство и мирян священник не является более прощенным чем обычный рядовой член церкви все кто будет спасен будут спасены только на основании жертвы христа вне христа нет спасения почему я обо всем этом говорю ты скажешь да мы все это понимаем прекрасно я говорю о том каким должно быть послание и почему это послание важно почему иисус сказал идите я посылаю вас мы посланники которые должны быть смиренными и кроткими и четко понимая что он является царем он является господом и мы не должны затмевать его своими достижениями какими-то победами или чем-то еще все что мы делаем мы делаем для его славы и наше послание должно быть таким каким он хочет это послание преподнести тем кто нас окружает смотрите и она первая глава еще 30 стих пару стихов еще посмотрим сей есть о котором я сказал за мной идет муж который стал впереди меня потому что он был прежде меня это указание на на божественную природу христа что он на сто процентов бог и на сто процентов человек потому то потому что это одна из ересей которые на тот момент будоражила церковь иоанн креститель говорит одновременно о божественной человеческой природе христа и дальше смотрите 31 33 первая глава и она я не знал его но для того пришел крестить в воде чтобы он явлен был израилю и свидетельствовал и он говоря я видел духа сходящего с неба как голубя и пребывающего на нем я не знал его но пославший меня крестить в воде сказал мне на кого увидишь духа сходящего и пребывающего на нем тот и есть крестящий духом святым интересно что он здесь делает заявление он говорит я не знал его странно да ну но нет и он отрицает какой-либо сговор с иисусом христом потому что некоторые говорили они договорились они спланировали хотя они имели родственную связь потому что или совета была двоюродная сестра марии матери христа и он не знал иисуса лично пока не увидел его пришедшего для крещения ранее бог дал и она крестителю откровение с целью помочь распознать мессию когда христос крестился то прозвучал голос неба что иисус сын божий и дух святой сошел на него в виде образа как голубь интересно что можно много на эту тему рассуждать но здесь интересный момент такой 34 стих я опускаю некоторые мысли 34 стих написано и я видел и засвидетельствовал что сей есть сын божий и он был свидетелем иисуса христа очень важный момент свидетель говорит только то что видел и слышал сам в момент крещения христа отец провозгласил с неба и сказал это сын мой возлюбленный в котором мое благоволение то что отец сказал о сыне должно стать вестью верного служителя то есть иисус христос божий сын и благоволение отца только через иисуса христа интересно что мы можем сегодня представлять иисуса христа как угодно и сегодня тоже с этим проблем достаточно он и учитель он и пророк и мы признаем его как учителя и как пророка как хорошего человека как классный пример но не как сына божьего а это уже проблема сегодня масса людей которые признают иисуса христа кем угодно но не сыном божьем иоанн креститель как родственник он не сказал иисус сын иосифа и барии вот он идет он засвидетельствовал о том что иисус сын божий это значит равный отцу такой же как отец по своей сущности это евангелие друзья но очень доктринально глубокое и все эти заявления которые делает иоанн это очень важные аспекты в нашей вере и в нашем послании наше послание должно содержать не наши собственные умозаключения а то что сказано о нем в писании эти когда тебя вызывают как свидетеля на суд и тебе говорят что ты видел и ты говоришь но мне кажется нет нам не интересно что тебе кажется нам интересно что ты конкретно видел ничего спасибо до свидания что ты как что ты слышал понимаете мне сказали я подумал и я так считаю это в суде никому не интересно от тебя как от свидетеля свидетель свидетельствует только о том что он видел и слышал иоанн креститель говорит я видел и я слышал и я свидетельствую что иисус христос сын божий помазанник мессия очень много людей они сегодня не концентрируются в своей жизни на боге много очень людей концентрируется на собственных планах желаниях собственных чувствах проблемах мнениях и да сегодня непростое время мы думаем о чем угодно сегодня но для нас важно в это непростое время сконцентрироваться на нем мы посланники и у нас есть послание и мы должны идти и донести это послание иисус сказал как отец послал меня я посылаю вас иисус пришел от отца с четким посланием как правильный и истинный посланник чтобы донести то что нужно донести то что спасает и то что изменяет судьбы и жизнь людей поэтому перед нами иоанн креститель величайший пример свидетеля сфокусированного на христе его не интересовала слава собственная популярность когда его спросили не христос ли ты не илья ли не величайший ли пророк обещанный моисеем он ответил нет я всего лишь голос вопиющего в пустыне друзья мы сейчас будем молиться но я призываю каждого из нас жить так чтобы наша жизнь указывала на христа не внешняя религиозность и традиции а христос в центре жизни не принадлежность к религиозной группе а принадлежность ко христу не внешний успех а внутренняя ценность во христе не удовлетворение своих нужд а жертвенное служение христу не мнение людей не угождение людям а угождение христу да поможет нам Бог в том чтобы вся наша жизнь указывала на такого христа и была верным свидетелем о нем это важно и в это непростое время кто-то может быть скажет нужно говорить о чем-то другом но в это непростое время почему-то в моем сердце желание говорить об этом опять и опять и опять я хочу быть посланником сегодня масса всякой информации в которой можно заблудиться но я знаю четко одно Иисус меня послал он спас меня не просто порешать мои вопросы он спас меня чтобы я был его посланником везде на всяком месте всегда и вовремя и не вовремя но мое послание должно быть ясным четким понятным мое послание не обо мне не о каких-то церквях не о каких-то событиях мое послание о нем о Христе который пришел на эту землю как Божий Сын чтобы спасти и искупить нас он агнец Божий который взял на себя грехи всего мира и у нас сегодня есть возможность быть спасен это послание которое я хочу передавать всем и вокруг спасает не мое красноречие не то как я подаю а то что в его слове в его послании есть сила сила не во мне сила в слове он стал словом который сегодня меняет каждого из нас Господь мы благодарим тебя мы поклоняемся тебе мы благодарим тебя что в любые времена когда все хорошо или когда все плохо ты остаешься царем ты царствуешь и царству твоему нет никаких ограничений мы знаем что перед твоим именем преклониться всякое колено и мы благодарим тебя что ты нашел нас ты спас нас и мы сегодня твои ты наш Господь и мы твои дети но у нас есть ответственность и миссия ты посылаешь нас с твоим посланием посланием победы ты взял на себя наш грех ты умер и воскрес для нашего оправдания и искупления и всякий кто призовет имя Господь спасется Господь дай нам четко нести твое послание и не забывать что сегодня этот мир эти люди они нуждаются в этом послании больше чем в чем-либо другом потому что в реакции на это послание есть наша вечность не только решение сегодняшних проблем но вечность спасибо тебе Господь Иисус благодарим тебя и превозносим аминь спасибо